Приветствую вас! Вы знаете, пожалуй, начну я свой ответ с того, что в вашем вопросе есть некоторые неточности или, может быть, даже противоречия, вполне вероятно, связанные с тем, что вы писали на эмоциях. Хочу говорить, что мой мужчина ушел из семьи долго, обдуманно, решенно. Мы с ним прожили браке 22 года. Два сына. Тринадцать, двадцать и двадцать два. То есть, смотрите, получается, как ваш мужчина ушел из семьи, это было долго обдуманное решение его, и мы прожили браке 22 года, у вас два сына, тринадцать сына, у вас два, да? И то же вы писали, начали жить вместе, значит, строить планы. Вначале ребенка в любви, и тут у бывшей жены возникают серьезные проблемы. То есть, непонятно получается. Если вы с мужчиной прожили в семье, и это было долгое его обдуманное решение уйти из семьи и двадцать семьи, то как тогда вы начали жить вместе, не очень понятно. Такое дело, что, может быть, вы хотели сказать, что ваш мужчина ушел из другой семьи, из семьи бывшей жены, то это было долгое обдуманное решение, что они прожили с бывшей женой в браке 22 года, и что у них два сына, а с вами мужчина начал жить вот недавно совсем, и что вы начали строить планы. Это да, но все равно желательно, чтобы вы уточнили этот момент. Ну, далее, в принципе, все идет по относительно понятной линии, да, то есть у бывшей жены начались проблемы, она начала вызывать чувство вины своего мужа бывшего, и, в общем-то, она начала давить на его несостоятельность, мол, типа он несостоялся как отец. Иначе качество у нее получилось, ваш мужчина ушел обратно, оставил вас беременным, вы считаете его предателем. Является ли это предательством то, что ваш мужчина сделал? Да, предательством это и является. Ваш мужчина действительно предал вас, но предал вам потому, что, во-первых, у него есть сомнения относительно своих состоятельств, то есть жена давила на его слабое место намеренных, и оказывая давление на это его место, жена, скорее всего, знала, что мужчина в этом сомневается, сомневается в себе, как отец, по-моему, это решение, это должно быть ему трудно, сложно. И она не случайно на это, на это стала давить. И мужчина поддался к нам это в действительности, он сомневался в этом. Надо сказать, что ошибка для этого заключается в том, что ваш мужчина ушел сразу к вам. Это была его ошибка, ему нужно было тоже какое-то время отдельно помыть в одиночестве, чтобы его все-таки была некая эмоциональная и ассоциативная прослойка между вами и бывшей женой. Он не учил сразу к вам, и из-за этого, собственно, вы для него стали своего рода символом, символом того, что он не состоялся как отец в отношении своих сыновей. И жена об этом знала бывшая, и жена на это давила. И в этом контексте, мужчине нужно, на самом деле, помощь психолога получить. Потому что чувство вины, это всегда навязанное чувство, это всегда социальное чувство, это всегда общественное чувство. И навязать чувство вины получается, тому, кто не уверен в себе, тому, кто сомневается в себе. Вот мужчины в себе сомневаются, именно сомневаются в себе, потому что он сразу ушел от одной личины в другой. Это плохо. Даже если они не любили друг друга уже в последнее время, даже если там ничего не было, все равно мужчине нужно было побыть одному. Вот. Ну, другое дело, да, то есть как надо, это одно, а вот как получается, это все другое. Вот. Значит, что вам в этой ситуации нужно делать? Вы не торопитесь закрывать отношения со своим мужчиной пока. Вы поговорите с ним и спросите у него. Он ушел куда? Кому? И ради чего? Помочь своей семье выше? Окей. Он ей поможет, кризис преодолеет и он вернется к вам. Помните, это бывшие родные люди. Дети так вообще родные люди. Сложно так много их выдержать из своих. То есть вам нужно проявить великодушие, если вы хотите своего мужчину удержать, проявить великодушие, понимание, сказать, что вы понимаете его, сказать, что вы одобряете его поведение, выхищаетесь, например, он не бросал своих детей в беде. Это достойное мужчины поведение. Но сказать ему также, что вам нужны какие-то конкретные сроки, когда он вернется, если он собирается возвращаться. То есть вы понимаете, что он ушел помогать, но у этого должны быть ограниченные сроки. Например, вот вы беременны, тогда он возвращается к концу вашей беременности и, например, к родению ребенка. Если он не возвращается, то все, вы его вычеркиваете из своей жизни. Если он возвращается, то вы продолжаете с ним жить. Вот так. То есть нужно учитывать специфику вашей ситуации. Нужно учитывать мотивы мужчины, по которым он вас бросил. Это не просто бросил и ушел в другую женщину. Нет. Это именно проблемы, именно чувство вины, именно желание помочь. Это немножко другое. Постарайтесь обнестись к этому с пониманием, если вы можете. Если не можете, тогда лучше не пытаться и сразу просто вычеркнуть его из своей жизни. Но, опять же, это любимый ваш мужчина. И вот так вот разбрасываться с любимыми людьми точно, знаете ли, не есть хорошо. Вот. Это то, что я могу вам порекомендовать в этой ситуации. Хотелось бы еще, как психологу, высказать такое мнение, что вы боитесь, вы не уверены в себе как женщина, вы не уверены в том, что мужчина к вам вернется, вы не уверены, что он ушел именно помогать, вы уверены, что он ушел как бы к бывшей жене. И я понимаю вашей не уверенностью, но в данном случае она, эта самая не уверенность, она вам грозит. Она вам грозит неудачей в отношениях. Нет вашей вины в том, что мужчина ушел от вас. Нет и вы его, по сути, вины в том, что он так сделал. Потому что, ну, на его месте так сделал бы любой уважающий себя мужчина. Да, может быть, немножко не так, может быть, он стал бы бросать вас, может быть, просто сказал бы, что я буду помогать вам, то есть детям, там, в своей не бывшей, но при этом остался бы с вами, может быть. Но это зависит, опять же, от личности именно мужчины. Это не нужно забывать. Тоже. Поэтому, поэтому, сильная и мудрая женщина поступила бы именно так, попросила бы своего мужчину доносить конкретные сроки, когда он вернется. То есть, сколько будет длиться его помощь. И вот на эти сроки ориентироваться, собственно говоря. И если эти сроки будут просрочены, то, соответственно, вы вытергиваете его из своей жизни, как человека, который просто пошел своим путем. Который вас предал. Да. Вот, в принципе, то, что вы можете, то, что я могу вам сказать. Вы можете поступить как угодно, это будет ваш выбор, если вы считаете правильным. Сразу вычеркнуть его из своей жизни. Это ваша права. Вы можете не согласиться со мной. Особенно, если вы пришли к нам на ресурс просто для того, чтобы подтвердить, например, свое мнение. Такие клиенты бывают. Но мое мнение именно такое. Это мнение обусловлено именно психологией, с точки зрения психологии. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!